Робот-кошка Кванта мяукать и махать хвостом не стала. Она по-деловому, опережая вип-гостей, первой прыгнула, а точнее сказать закатилась, на шарнирных лапках за порог четырехэтажного здания современного дворца технического творчества в Верхней Пышме, в котором создан самый большой на Горноуральщине и один из крупнейших в стране детский технопарк Кванториум. Кванта тоже творение юных мастеров технопарка. Кванториуми десятки аудиторий и лабораторий. Есть даже небольшой бассейн, где можно пускать пароходики. Из десяти лабораторий уникального инженерно-технического кластера четыре считаются неповторимыми. В лаборатории NRG школьники вне классно будут изучать зеленые источники энергии, нано-квантуми, соответственно, наноструктуры, которые под микроскопом увидеть непросто, в аэро- и автоквантумах. Школьники будут раскрывать свои таланты, проектируя и конструируя беспилотники и автомобили будущего. И мы сегодня понимаем, что без подготовки, без ранней профессиональной ориентации, без возможности детям мыслить, творить, нет инновационной промышленности, нет науки, нет новых идей. Это действительно совместный проект, потому что все мы, и бизнес-сообщество, и наука, и федеральная власть, и региональная, местная власть понимают, что вот здесь закладывается будущее, будущее всей нашей области, всей нашей страны. К осени этого года в Верхнепышминском дворце технического творчества откроется IT-куб, центр цифрового образования. И внешкольный продукт кванториумизации будет готов к эффективной эксплуатации. Огромный интеллектуальный труд во всех смыслах, чтобы получилось так, как получилось. И это, как уже сказал Евгений Владимирович, было будущим всех, кто в этот дворец будет ходить. Это реально будущее для ребят, которые в этой жизни, в этом сложном 21 веке, совершенно точно не потеряются. Четырехэтажный дворец технического творчества площадью в 9,5 тысяч квадратных метров был построен на бюджетные деньги, но при деятельной финансовой поддержке Уральской горнометаллургической компании. Андрей Казицын, генеральный директор УГМК, вложил свои средства в этот проект, уточнил глава региона. Взамен инвестор получил возможность расположить в детском инженерно-техническом кластере экспозицию технологий УГМК для ранней профориентации. Есть во дворце актовый зал на 444 места, коллективный офис для совместного творчества, то, что на буржуазном западе называют зоной каворкинга. И шахматный клуб, в котором тренер для обучения новичков использует лексику не заядлых шахматистов, а политологов. Есть партия «Единая Россия», оппозиция КПРФ, да? То есть они напротив друг другу, правильно? Напротив. То есть, вот, оппозиция напротив стоят. Теперь дальше король может идти вперед сюда? Одновременно во дворце могут заниматься 255 увлеченных школьников. В год в хорошо оснащенных аудиториях и лабораториях Кванториума. Смогут научиться мыслить не шаблонно и действовать творчески. 3600 школьников со всей области. Продолжение следует...